Всем привет! В эфире Универа Ньюса в студии Кристины Надыршина. Наша команда подготовила для себя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Зачем нужна прививка от гриппа? В университетской школе Казанского федерального университета начался учебный год. В Казанском федеральном университете прошло познавательное занятие для будущих журналистов. 2 сентября состоялось открытие Татарстанского нефтегазохимического форума 2020. В этом году свои проекты презентовали более 100 компаний из 18 регионов России и также 6 зарубежных стран. Казанский федеральный университет представил свои разработки на 27-й специализированной выставке «Нефть, газ, нефтехимия», так как данная сфера является приоритетной для УЗА. В церемонии открытия принял участие президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, ректор КФУ Ильшат Гафуров, а также гостей приветствовал заместитель министра энергетики РФ Антон Инюцин. Казанский федеральный университет презентовал Рустаму Миниханову работу в области микробиологии для увеличения нефтеодачи, а также опыт разработки цифровых продуктов для нефтегазовых компаний. А теперь к другим новостям. Одна из опаснейших инфекций осенне-зимнего периода – это грипп. Действенным методом профилактики от заболевания является вакцинация. Особенно она важна для людей, которые входят в зону риска, в их числе студенты, преподаватели и все те, кто каждый день контактирует с огромным потоком людей. Вакцинация от гриппа началась и в Казанском федеральном университете. Процедура бесплатная и безболезненная. Эффективность ее проверена многими годами. В этом году у нас план 60% от всего населения и 75% группы риска. В группу риска входят преподаватели, медработники, студенты, социальные работники. Те люди, которые по роду своей деятельности много общаются с другими людьми. К группе риска также относятся пациенты с хроническими заболеваниями, ожирением, гипертонией, а также люди старше 60 лет. Сотрудники КФО, преподаватели тоже входят в группу риска. У нас будут организованы выезды по институтам в соответствии с приказом ректора. Каждый год формируется график выездов и обязательно мы прививаем всех преподавателей. Вакцинация против гриппа противопоказана тем, у кого имеется аллергия на куриный белок, так как вакцина создана на его основе. Еще есть противопоказания такие, которые, например, острые заболевания. Это временное противопоказание. То есть после выздоровления, через две недели от выздоровления можно привиться будет. Бесплатную прививку можно сделать в университетской клинике КФУ по адресу улицы Вишневского 2А с 8 утра до 6 вечера в прививочном кабинете. Лилия Талипова, Ленардо Вильтьяров, Универ Ньюс. 1 сентября в Казани открылся полилингвальный образовательный комплекс «Адамнар. Путь к знаниям и согласию». Он призван стать моделью современной школы, обеспечивающей конкурентноспособное образование на русском, татарском и английском языках. В торжественной церемонии открытия принял участие ректор КФУ, советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев и премьер-министр РТ Алексей Песошин. И теперь к другим новостям. В университетской школе КФУ начался учебный год. Ученики и их родители поделились впечатлениями о преображенном учебном заведении. Смотрим. В Елабуге открылась школа университетская Елабужского института Казанского федерального университета. Порог обновленной школы переступили 465 учащихся. 56 из них – первоклассники. Мне хорошо. Мне повисло вот так-то. Тут она красивая, красивая эта школа. И я надеюсь, что у меня будут успехи на пятерке только. Школа преобразилась изнутри и снаружи. Сюда стало намного приятнее приходить. Появилось множество новых учителей, новое оборудование. Теперь будет намного лучше учиться. Мне очень нравится возвращаться в обновленную школу. Хочу, чтобы учебный год начался отлично и так продолжался. Она очень изменилась, стала очень классной. Школьников поздравил директор учебного заведения Камил Гореев. Университетская школа создана на базе средней школы номер 5 города Елабуги. За три месяца она изменилась до неузнаваемости как внешне, так и внутри. Теперь каждый кабинет оснащен современным мультимедийным оборудованием, позволяющим полностью модернизировать учебный процесс. Сегодня мы живем в конкурентном мире и должны быть конкурентоспособны. Получать знания, изучать языки. И спасибо огромное Карданскому федеральному университету, потому что оборудование, и многие родители уже видели, наверное, были в классах. Ну, знаете, это на зависть многим. Я горжусь тем, что мой ребенок будет учиться именно здесь. Мы от лица родителей безумно рады и хотим выразить огромную благодарность ректору Казанского федерального университета Ильшат Равкадчу Гафурову, директору Илабужского института КФУ Мирзон Елене Ефимовне, администрации города, всем педагогам, всем строителям за такое оснащение школы, за такой шикарный ремонт. После торжественной линейки школьники отправились на свой первый урок в этом учебном году, а дальше их ждали увлекательные экскурсии по музеям Илабужского института КФУ и города. Напомним, что 14 августа состоялась первая презентация университетской школы участникам Августовского совещания работников образования и науки республики. Обновленное учебное заведение приняло первых гостей. Президента республики Татарстан Рустама Миниханова, государственного советника РТМ Интимер Шаймеева, президента Российской академии образования Юрия Зинченко, министра образования и науки РТР Афиса Бурганова. Диана Шлинкова, Айдар Нурмиев, Универньюс. В Казанском федеральном университете стартовал новый учебный год. Поскольку приказы о зачислении в этом году были опубликованы позже обычного, не все первокурсники из других городов успели заселиться в общежитие. Поэтому в первые дни сентября, пока завершается процесс заселения, для новоиспеченных студентов были организованы познавательно-адаптационные занятия. Одно из таких прошло в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации. Смотрим. 2 сентября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялось собрание для новоиспеченных студентов, будущих журналистов, телеведущих и других специалистов медиасферы. Об особенностях образовательного процесса рассказали директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Леонид Толчинский и заведующий кафедрой национальных и глобальных медиак ФУ Васил Гарифуллин. Первокурсники познакомились с будущими преподавателями, а также смогли задать все интересующие их вопросы. Мне ближе к гуманитарной науке, и мне очень понравилась сама специальность, именно телевидение и профиль. Такого профиля в других институтах нет в нашей стране, поэтому я приехала сюда, поступила. Это очень исторический университет, и здесь был Лев Толстой. Журналистика меня интересует, и поэтому я выбирала здесь. Привлек меня ЛКФУ именно своим рейтингом в топе российских вузов, и именно поэтому я, наверное, и выбрала этот университет. На сегодняшний момент, пожалуй, очень душевно. Преподавательский состав тоже не может не радовать. Он вполне молодой, динамичный, и это, пожалуй, подкупает. К слову, как и все остальные мероприятия в вузе, собрание прошло с соблюдением санитарно-педемиологических норм. Студенты находились в масках и придерживались социальной дистанции. Диана Жленкова, Фарид Захитуглы, Универ, Ньюс. Век современных технологий значительно облегчил жизнь человека, но также принес много угроз нашим персональным данным. Давайте разберемся, может ли такое, казалось бы, простое устройство, как Bluetooth, нанести вред нашим личным данным. Подробнее в следующем сюжете. Постоянно включенный Bluetooth не только быстрее разряжает батарейку смартфона, но и может стать для хакеров ключом к вашим личным данным, хранящимся в памяти устройства. Bluetooth является одним из стандартов беспроводной связи, и, как любой стандарт беспроводной связи, он обеспечивает возможность доступа через радиоканал к тем данным, которые передаются между устройствами, которые находятся в эфире. Но не стоит сильно пугаться того, что включенный Bluetooth будет передавать ваши персональные данные, так как сделать это не так-то просто. Но вся полезная информация, она упакована в пакеты, во фреймы, в специальные структуры, в кадры, которые, в свою очередь, имеют защиту. И зачастую для того, чтобы получить доступ непосредственно к прямым данным, требуется достаточно сложная процедура декодирования, расшифровки, передаваемой информации. Рекомендуем вам выключать Bluetooth сразу после того, как вы воспользуетесь им по назначению, чтобы не стать мишенью для мошенников. Следите за безопасностью своих данных. Кристина Надершина, Фарид Захитоглы, Универа Ньюз. На этом все. Не забывайте смотреть на социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин